Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Сегодня такая, знаете ли, забавная новость Потому что, ну я не знаю, какую можно по-другому назвать, озаглавить или сделать что-то прочее Потому что, ну в самом деле, мне, вот лично мне от всего этого, ну крайне смешно Я не понимаю вообще, как нечто подобное может происходить Но видео может происходить, потому что мы находимся с вами в GTA-самп сегменте В GTA-самп ютубном сегменте всей этой индустрии, да и не только В общем-то, сегодня мы поговорим о Брулеве, о Брулев Плей Вы знаете, я вот постоянно, когда выпускаю обзор на какого-то человека Я считаю все, то что он умер, то что он уже мертв И ничего за ним более стоять не может Но Брулев Плей из раза в раз доказывает обратное И я вот последние там случаи, которые с ним происходили, я старался как-то помалкивать, молчать Потому что все, что я сказал, я казалось бы сказал И мне, ну сказать больше нечего, блять, ебаная тавтология получилась, однако, неважно И я думал, что ну все, зачем еще-то Но Брулев меня просто поразил, блять, просто удивил И вы знаете, я вот постоянно, когда читаю какие-то посты с амперов и так далее Я просто думаю, что они гениальные тролли Просто то, что они троллят, то что они, блять, иронизируют так сами над собой Но когда я осознаю все их поступки, все их действия, то, как они мыслят Ну, логично, что это все не ирония и никогда ей не было Однако, перед всем этим, что я вам хочу сказать То, что Резона, Ролли Плей Феникс Айпи, а также мой никнейм Данте Коннор По которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня Вы можете туда зайти, ввести мой никнейм И по достижению 5-го игрового уровня вы получите целых 300 тысяч вертов себе на банковский счет Поэтому не упускайте свое счастье Заходите туда, регистрируйтесь и играйте с моим, разумеется, никнеймом Если вы поставите еще мою Фому Коннор, то будете вообще в величайших достижениях купаться И во всем прочем вы будете гениальны Так вот, в чем же все дело? Давайте начнем, так знаете ли, по порядку Вообще, ни для кого не секрет, что, ну, Брулев это такая одиозная личность Которая постоянно, вот, так сказать, своими изречениями, ну, можно сказать, конфликтует с кем-либо И что, блядь? Если вы будете на меня выебываться, и вот этот человек или его друг Я скажу тебе, что я ебал твою мать И всех, кого только могу, мне вообще поебать Ну, блядь, я буду называть его скортавым И второй, кто там толстый или кто хуелстый, блядь И мать ебал, еще раз скажу То есть, понимаешь, мать ебал, еще раз Вот, поэтому удивляться каким-то оскорблением И типа, переходит на личности Даже вот, если вы смотрите меня частенько Вы можете знать, что шутки про мамку у меня начались ровно с тех пор Как, ну, Брулев Плей позволил себе то, что позволил на одной из своих трансляций И после всего этого, ну, как лично вы понимаете Я не мог держаться и позволил себе точно самое То же самое в отношении тех людей Которые позволили себе вот такую вот хуйню всю сделать И, ну, это пиздец Это в самом деле, блядь, пиздец Поэтому я не смог ждать, не смог терпеть И вот обзор на Брулев Плей поставил точку Вот в этих моих, знаете, переходов на личности матерей там и так далее Я вообще считаю, что если человек не медийный, да То его вообще никак не нужно затрагивать вообще То есть, ну, это пиздец Потому что если человек не медийный Логично, что вот ютубер или еще кто-то Не хочет, чтобы вот как-то его затрагивали и так далее Другое дело, когда ютубер сам приглашает к себе на канал какого-то человека Там свою девушку, свою маму, своего папу То он сразу же становится медийным И насчет него можно говорить абсолютно все Что человек захочет Потому что это интернет и мы тут общаемся так, как хотим Ну, логично и практически ничего за это нам не бывает Кроме того, что Андрей Сукра может подъехать к Шараге И начать разбираться там за слова, которые были сказаны про его мамку При том, что он сам говорил дохуища слов Но это мы опустим Все эти подробности мы в той или иной степени опустим Потому что Брулев Плей просто меня, блять, поразил В таком желтушном сообществе, ненавидимом лично мной, как Лайф Самп Ну, ладно, тут я уже произнесу их название, потому что без этого никак В сообществе Лайф Самп началась активная, можно сказать, ну, не травля Брулева А просто над ним начали прикалываться И началось, насколько я понимаю, все это с Климент Хэнсона Это, насколько я понимаю, там, скриптер, я не знаю, разработчик Радмир Ролеплей в GTA Сампе Могу ошибаться И Климент, как бы, никогда себе в выражениях не отказывал Всегда говорил то, что думал И за это я, разумеется, его уважаю Потому что не каждый может вот такое вот делать Не каждый может со своей активной гражданской позиции вот так вот его выдвигать И чтобы с ним еще и соглашались люди Но не каждый такое может И вот Климент Хэнсон, это тот человек, который я, к сожалению, не знаю его настоящего имени Так бы я, блядь, подошел к нему руку, пожал за то, что он вот такой вот реально человек Потому что лично мне, мне симпатизируют токсики Вернее, даже не токсики, а просто люди, которые, ну, не стремаются выразить свое мнение насчет человека, который им неприятен Это охуительные люди, это люди, блядь, нетерпилы Потому что, вы знаете, пока вы будете молчать, пока вы будете не высказывать негатив о ком-либо, да Это все будет вас копиться, копиться, копиться И рано или поздно это вас просто убьет, блядь Вы просто нахуй подлетите и взорветесь где-нибудь в стратосфере Поэтому всегда выражайте свое мнение Где бы это ни было, с чего бы это вам не стоило И вот, ну, многое другое Однако, вы знаете, Брулева под каждым постом в лайфсампе начали троллить Ну, как бы, логично Потому что поведение Брулева, ну, оно достаточно эпатажное и одиозное И за это поведение, разумеется, его частенько так подтягивают И вот под постами постоянно, вот там, даже если, допустим, это его не касается и так далее Постоянно люди пишут, мол, блядь, лучше бы Брулева забанили Лучше бы, там, я не знаю, Брулеву страйки дали Лучше бы, там, что-то с Брулевым произошло И вот такие вещи, вы понимаете, они не берутся из пустого места То есть, нужно настолько ненависть к себе какую-то заслужить Чтобы люди просто под каждым постом желали тебе какой-то вот неприятности, понимаете? И нельзя же сказать, что Брулев этого всего не заслуживает Брулев как раз-таки всего этого, блядь, заслуживает Всеми своими поступками, то есть, понимаете ли, жизнь Она бумеранг, и, разумеется, во всё это не верю, во все эти предсказания, во всё прочее Потому что, ну, это не так объективно Но вот с некоторыми людьми всё-таки такое бывает Всё-таки бумеранг возвращается И, понимаете, Брулеву-то хочется быть любимчиком народным Чтобы все его любили Он же для этого специально ей отлизывал постоянно жопы всяким GTA-сам, ютуберам Чтобы вот лишь бы его заметили, лишь бы к нему вот там хорошо относились Но по факту, что мы можем увидеть? У человека на канале 125 тысяч подписчиков сложно ролик найти Который бы 50 тысяч набрал То есть, это какие-то, знаете, такие пики у него бывают И всё, то есть, уже ролик, который бы набрал там 100 тысяч просмотров Про это я вообще не говорю У него эти ролики, блядь, находятся в графе Самая популярная, это пиздец Так как, если бы у меня, я не знаю, самый популярный ролик был Это 1500 просмотров, да, у меня самый популярный, если что 27 тысяч просмотров на Зака Видеоролик И, разумеется, Брюлев плейт таким вот своим поведением И всем прочим, он заслужил то, чтобы его вот так вот хуесосили Но его даже не хуесосят, это просто рофлы Это смешно, блядь Человек стал мемом То есть, люди через какую-то агрессию Через какую-то абсолютную апатию к данному человеку Агрессия и апатия это немного самые исключающиеся вещи Тем не менее, люди через вот эту вот агрессию Через вот это вот недовольство к данному человеку Начали его рофлить, троллить И это получается достаточно смешно И вместо того, чтобы, знаете ли, посмеяться над собой Как он всегда это делает, как он это любит Блять, когда его, разумеется, хуесосят его Какие-то там, знаете ли, дружки, ютуберы Он постоянно такой, знаете ли, мальчик для битья Вот просто мальчик для битья То есть, когда бьют его какие-то люди Которые, ну, знаете ли, принесут ему популярность Или ту же самую лояльность То наш дорогой мальчик терпит А вот когда его хуесосят какие-то, знаете ли, ноунеймы Которых, ну, абсолютно никто не знает Кроме какого-нибудь там Климента и так далее который не принесёт ему какую-то лояльность или популярность, только вот негатив он про себя начитается, разумеется, Брулёв, этим сам наш дорогой Ярик, наш дорогой Брулёв, этим всем недоволен, и начинает писать вот следующие посты, что он по итогу пишет, то есть он пишет, уважаемые паблики по GTA сам, паблики, блять, при том, что только в одном паблике, блять, его вот так вот троллили, это нельзя назвать тем, что его хуесосили, блять, это троллинг нахуй, это троллинг, это не кибербуллинг, а никакие его личные данные, никак вообще на него никакие атаки не произвести, просто, блять, люди хотят говорить то, что говорят, это нормально, это, блять, свобода слова, нахуй, ты чё, блять, живёт вроде как в Европе, знаете ли, в такой демократической, я не знаю, на демократическом, блять, континенте, ёпта, и, блять, ему не нравится то, что люди выражают своё мнение по отношению к нему, блять, пиздец, то есть как он там, знаете, я ваших мамок буду ебать, один картавый, другой толстый, это заебись. Я скажу тебе, что я ебал твою мать, и всех, кого только могу, мне вообще поебать, ну, блять, я буду называть его картавым, и второй, кто там толстый, или кто хуелстый, блять, и мать ебал, ещё раз скажу, то есть понимать, мать ебал, ещё раз, вот, поэтому удивляться каким-то оскорблением, и типа, переходят на личности. А вот как его начали, чисто, даже не вот такое писать, а просто рофлить над ним, он, знаете, как такая плаксивая девочка, сразу такая, уважаемые паблики по GTA, сам, пока вы не научитесь следить за комментариями, которые забиты тупыми детьми, от которых летят оскорбления совершенно на всех блогеров, прошу больше не делать посты про меня, либо связанные со мной. Ой, блять, оскорбления, там не было оскорблений, блять, там не было, блять, никаких нахуй оскорблений, его просто рофлили, блять, его рофлят, сука, каких, блять, всех блогеров только его задевают, потому что он уёбок своим поведением, блять, заставляет всё это сделать, он, он противный, он отталкивающий человек, абсолютно точно, он, блять, он мерзотный, сука, по нему это видно, и люди это видят, людей, блять, не проведёшь, Ярик, ты мерзотная, сука, девочка просто маленькая, понимаешь, и людей-то, блять, не проведёшь, это так, это в самом деле так, блять, ну, Ярик, ну ты чё, нахуй, я тебе серьёзно говорю, пиздец, какой смысл ввести какой-то информативный и информационный блог, он пишет, если все посты заполнены ненавистным ненавистью и негодованием, это выражение собственного мнения, называется, Ярик, блять, особенно смешно смотреть, как сперматозоиды пишут от имени своих пабликов, да, вы при рекламе, блять, это вообще он хуйню несёт, я прекрасно выкупаю, что вам нужна статистика и весь этот срач, в общем-то, блять, потом он говорит, что я не ною, я не плачу, при том, что он такой, типа, плакса-вакса, ебал твою мать и тебя, блять, в рот, это пиздец, вот, блять, я ничего не хочу про него больше говорить, он тупой, он тупой, блять, человек, который сам заслужил такое отношение, блять, к себе, это если бы я сейчас жаловался, да, что про меня нечто подобное, блять, пишут, ебать, ты чё, дурак, нахуй, ты дебил, всё хорошо, блять, алло, я не знаю, чё с ебалом-то такое, блять, Брулёв, ну всё нормально, блять, или нет, сам, блять, провоцирует людей, сам ведёт себя, как последняя ебаная, блять, свинья, и, сука, потом возмущается, меня травят, блять, меня оскорбляют, ненависть, негатив, пиздец, Брулёв, блять, пиздец, книгу об этом, напиши, блять, скажи, блять, меня затравили, травля в сети, травля в интернете, блять, книгу, блять, напиши, чтобы по её мотивам, нахуй, фильм сняли, ты долбоёб, блять, или что, я не понимаю, ой, в общем-то, для тех, кто не видел, рекомендую обзор на час 18 минут, один из лучших обзоров, хочу вам напомнить, 4К, Full HD, блять, вся хуйня, там, час 18 минут идёт, зарисовки, всё интересно, всё смешно, всё охуительно, показана вся суть такого человека, как Брулёв Плей, подсказка всплыла где-то там справа сверху, не знаю, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roleplay Phoenix находится в описании под данным видеороликом.